Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1359. Тема «Разбор выступления Архимандрита Амбросия Юрасова». Вопрос 296. Некоторые места из житий святых, написанных Дмитрием Ростовским, подобны сказкам. «Как же было на самом деле?» Отвечает Амбросий Юрасов. «К житиям святых надо относиться, как к священному писанию, всему написанному там верить». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Отец Амбросий. Признайтесь, что вы и Библию ни разу не прочитали и не верите ей. И жития святых не читали. Иначе бы такую глупость никогда бы не сморозили. Заодно это вы подвергнетесь длительной эпитемии. Иначе ничего не ставили бы наравне со Словом Божьим. Опровергать вас даже и не нужно. Вы говорите здесь о каком-то святом. А этот мученик ареста, которым Дмитрий написал, не все точно. При начитывании житий святых я не мог выпустить ни одного слова из них. Но встречались места, не только несоответствующие писанию, но и идущие прямо вопреки писаниям. И в тех местах мне приходилось ударять в колокол, чтобы обратить внимание слушателей на это несоответствие. Таких несоответствий более 130. Если бы этого не было в жизни святых, то откуда бы взял это Дмитрий? В них встречается и самоубийство, одобряемое церковью. И самокрещение, самопричащение, питье человеческой крови, клали причастие на могилу и многое другое. У Дмитрия Ростовского отличный талант писателя. И были некоторые материалы из жизни святых. Едва ли одна треть того, что он написал. А все остальное, речи, мысли святых, он сам домыслил в благочестивых своих размышлениях. Слово же Божие, это Бог сказал. И пророки начинали свою речь словами. Так говорит Господь Бог. Во всех 1173 житиях авторства их приписывается не Духу Святому, а Дмитрию Ростовскому, который не есть Бог. Если человек не будет верить Священному Писанию, он погибнет. А если человек не верит в жития, он ничего не теряет и даже не осуждается церковью. Это неуважительное отношение к Библии не будет вам в честь в судный день. Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. Хоть град небесный величавый так привлекателен сердцам. Но ты сказал, о Боже правый, что ты отец мой всеблагой, а я твой сын. Нет больше славы, не надо почести иной. Не ради вечного покоя стремлюсь я, Боже, к небесам. Ходя среди земного зноя и тяжело моим рукам. Но труд твой духу наслаждения, и он приносит мне с собой святое сердце утешения. И в нем твой раб нашел покой. Не ради благ обетования стремлюсь я, Боже, к небесам. Ты дал мне радость раскаяния. Ты дал забвение грехам. Ты вызвал к жизни обновленной, мой дух, любовью осеня. Могу ли думать дерзновенно о лучших благах для меня? Не ради вечного блаженства стремлюсь я, Боже, к небесам. Но чтобы песнью совершенства воспеть любовь твою к твоим рабам. Не чисто песнь моя земная, И обрывается порой. Лишь там польется в сень рая, Она достойною хвалой. Лишь там польется в сень ра, Она достойно. Эта штука с динамом рекламы cultivают.